Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Магданской области, как и во всей стране, введен режим самоизоляции. Без крайней необходимости на улицу лучше не выходить. Но это не значит, что сидеть дома скучно. И сегодня наши герои расскажут, как проводят свое время. Магаданские учреждения культуры работают дистанционно. Открывают онлайн-выставки, проводят мастер-классы и конкурсы. Все это на интернет-порталах или в социальных сетях. Социально-педагогический центр находится в поселке Сокол. С детьми педагоги занимаются английским языком, театральным искусством, рукоделием. Преподаватели проводят для ребят развивающие игры, психологические тесты. И с уходом на самоизоляцию жизнь СПЦ по-прежнему кипит. Педагоги центра активно наполняют контентом страничку организации в Инстаграм. Выкладывают видео мастер-класса по приготовлению 3D-открыток и лекции путешествия в космос. Запускают творческие марафоны, челленджи и интернет-эстафеты. Ситуация в стране внесла корректировки и у нас. Все педагоги полностью перешли на удаленную работу. Мероприятия мы реализуем онлайн по программе учреждения «Разнозерный мир». На нашей страничке в Инстаграм. Там вы можете увидеть афиши о конкурсах. Кто же все-таки может принять участие? Принять участие может каждый житель нашего города и поселка. На нашем аккаунте сейчас проходят различные онлайн-конкурсы, мастер-классы, флешмобы, тесты, квесты. Мы делаем для вас подборку с бесплатными онлайн-сервисами. Не могу не сказать и о нашем сайте. Там для вас сделаны специальные рубрики по интересам. Друзья, оставайтесь дома и будьте здоровы! Дистанционно работают и библиотеки Магадана. Сотрудники библиотеки имени Олега Куваева реализуют проект «Русский по средам», информационный блок о языке «Викторину доброта спасет мир» и виртуальную книжную выставку «Пора в космос». То есть все те интересные рубрики, интересные мероприятия, которые мы бы проводили для своих читателей в офлайне, то есть когда бы они к нам приходили, мы сейчас все перешли в онлайн. Что это означает? У всех библиотек филиалов, а их девять, есть свои рубрики в Инстаграм. Это сейчас, наверное, самая популярная социальная сеть, где многие организации ведут свои аккаунты. И ЦБС не исключение. И, соответственно, еженедельно пополняются эти рубрики, потому что каждый день – это какая-то знаменательная дата, каждый день – это какая-то интересная новость. Мы обслуживаем не только читателей взрослой, взрослой аудитории, но и детскую аудиторию мы тоже не оставляем в стороне. То есть там также для них ведутся интересные рубрики. Мы читаем вместе с ними книги. Сотрудники библиотеки поселка Сокол тоже активно ведут свой аккаунт в социальной сети. В викторине обо всем на свете вопросы действительно на разные тематики. От такого – кто первым полетел в космос, до такого – сколько на Земле материков начинается на букву А. Кроме того, библиотекари читают для детей книги в рубрике «Библионяня». Вот у нас такая есть рубрика, называется «Библионяня». Опять-таки, снимаем мы сами. И снимаемся мы тоже сами. И хочется сказать, что весь коллектив принимает в этом участие. Вот у нас есть такая рубрика, как «Айболит спешит на помощь», которая очень актуальна на данный момент. И непосредственно «Айболит» постоянно ведет диалог с нашими юными читателями и говорит о том, что надо делать и какие самые необходимые и первые такие формы гигиены существуют. Здравствуйте, друзья! В эфире «Библионяня». Как вы думаете, отчего кошку назвали кошкой? Вот об этом нам и поведает монгольская народная сказка. Отчего кошку назвали кошкой? На самоизоляции можно сходить в музей. В виртуальный. На сайте Магаданского краеведческого музея представлены несколько выставок. Некоторых из них уже нет в самом музее. Они остались только в онлайн-версии. Также сотрудники организации ведут свой YouTube-канал. Выкладывают видео на разные темы, мини-лекции об обитателях колымской природы и краеведческие уроки. Сегодня в рубрике «Музейный карантин» мы поговорим о кедровке. В витрине представлено чучело этой птицы. Кедровка среднего размера птицы семейства Врановой с характерным крепким длинным клювом. Благодаря своей пестрой окраске кедровка получила у японцев название «звездный ворон». Кедровка – гнездящийся, оседлый, временами кочующий вид, обычный для Магаданской области. Кочевки птиц напрямую зависят от урожайности кедрового сланика. В годы бедные кедровыми орешками кедровки откачевывают к югу. Для наших посетителей мы готовим различные видеоматериалы. Сейчас снимаем видеоуроки, истории предметов и видеоэкскурсии по выставкам. Это первое направление. И второе – это подготовка виртуальных туров, когда человек может зайти на сайт музея и походить по выставкам, буквально у себя дома находясь. Два основных направления, которые мы представляем – это видеопроекты и виртуальные туры. Создание виртуальных туров – это достаточно трудоемкая задача и требует и времени, и усилий, и знаний, и умений. Но в данной ситуации мы подстраиваемся и переделываем сейчас формат нашей работы, чтобы как можно больше людей смогли посмотреть на наследие, те предметы, которые у нас есть, те выставки, которые у нас есть. И более того, мы сейчас готовим другие выставки, потому что рано или поздно станет возможно посещать учреждения культуры. И мы, конечно, надеемся, что люди так к нам придут, потому что людям все равно всегда не хватает живого общения, когда можно прийти и непосредственно посмотреть что-то на экспозиции, что-то на выставке. Если вы находитесь дома, это не повод ничего не делать. Занимайтесь спортом, двигайтесь, танцуйте, вставайте, герам, я знаю, вы можете. Или играйте, как мои парни из Магаданского духового оркестра. Дистанционно проводят и концерты. Музыканты выложили ролик с композицией в социальные сети, играли на саксофоне, тромбоне и трубе. Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации и режима самоизоляции встречаться и репетировать нельзя. Нашли выход – онлайн выступление. Руководитель оркестра Алексей Грашевик рассказывает, что идея пришла в голову спонтанно. Написали аранжировку, каждый исполнил свою партию. Идеи приходят быстро. Всегда все приходит спонтанно на самом деле. Тем более из-за того, что сейчас мы ограничены в возможностях занятий, скажем так. Поэтому приходится придумать что-то новое постоянно. Но это был пробный вариант, первый ролик в таком формате. Сложновато было сделать качественный звук, но в принципе мы попробовали освоить, заодно и освоили программы и аудиопрограммы определенные, и видеопрограммы. К выступлению подключили кота-музыканта. Четверногий играет барабанными палочками. По словам Алексея Грашевика, это тоже получилось случайно. Нужен был еще один артист, решили включить в состав оркестра кота. Как писали зрители в социальных сетях, получилось действительно круто. Интересная и насыщенная культурная жизнь может быть и в стенах квартиры. Пока действует режим самоизоляции, лучше провести время с пользой. И оставайтесь дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова